Доброе утро! Именно их мы и будем сегодня развенчивать с нашей гостью. Мы рады приветствовать в нашей студии диетолога-нутрициолога, кандидата медицинских наук Инна Кононенко. Инна, доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Напоминаем нашим телезрителям о том, что и вы, уважаемые друзья, можете принять участие в нашем диалоге. Звоните нам по телефону прямого эфира 635-85-72. Цифры на вашем экране. Также пишите нам письма на электронный адрес нашей программы польза-собака-топ-спб.тв. Да, Инна, ну и давайте начнем с главного, пожалуй, самый распространенный миф, а может быть это не миф, сейчас вы нам поясните, о жирах. Это то, что для того, чтобы похудеть, их нужно полностью исключить из своего рациона. Так ли это? Нет, от этой мысли уже давно отказались. Никаких гипохолестериномических диет уже сейчас не существует. И даже наоборот, у нас уже есть кето-диета, да, высокожировая диета, которая предполагает, что наоборот, если будешь есть только жир, то можно похудеть. Но я не приверженец этой диеты, у нее уже выявлено большое количество побочных эффектов, поэтому я ни в коем случае ее не рекомендую. Также, как и исключить жиры из рациона, я тоже не рекомендую. Здесь скорее вопрос стоит у нас в углеводах, да, и надо сократить в своем рационе именно углеводы. Потому что даже если смотреть на липидный спектр, мы понимаем, что есть сам холестерин, есть липопротеины высокой плотности, низкой плотности, а есть триглицериды. Только про триглицериды мало кто почему-то говорит. А триглицериды – это как раз жиры, в которые превращается глюкоза. И наш подкожный жир с научной точки зрения тоже называется триглицериды. Ну, в принципе, знаете, когда звучит жир, жир, это звучит неаппетитно, звучит страшно сразу. Представляешь, что… Вы сейчас присядете себе бока, вот эти вот жиры. Да, такие сумоисты такого хорошего, увесистого. Впереди Новый год, период, когда мы часто находимся за столом, нас зовут в гости. Что лично вы рекомендуете употреблять в новогоднюю ночь, что нет? Традиционный, да, у нас майонеза побольше, чтобы вкуснее было. Нет, безусловно, в новогоднюю ночь нужно сократить калорийность рациона. – Как это можно сделать? – Здесь, во-первых, важный нюанс. – Какой нюанс? – Это возможно, потому что многие люди делают какую-то ошибку. – Да. – Целый день я не буду есть, я буду только готовить, или там всё, вот до новогодней ночи, да, буду держаться. Это неправильно. То есть рацион человека должен быть выставлен в течение дня. Для того, чтобы вы как раз и не переели в новогоднюю ночь, а то представьте, если вы не завтракали, не обедали, допустим, там, не полничали, если вы привыкли это делать. – Да даже и не ужинали в привычные 8-9 часов вечера. – Конечно. В новогоднюю ночь вы съедите столько, что вы не съедаете за неделю. – А что в этот момент происходит с нашим организмом? Он недополучал, да, какое-то питание в течение дня, но потом восполнили мы ему это сполна. Почему он нам за это спасибо не скажет? Казалось бы. – Потому что уже такие сильные сигналы идут в центр голода, и уже настолько пустой желудок, что организм не успевает так быстро среагировать. То есть для того, чтобы, например, рецепторы в желудке даже среагировали на поступление еды, должно проходить какое-то определённое количество времени. А мы же накидываемся на новогодний стол, мы же начинаем есть, у нас же безумное чувство голода, и рецепторы ещё в желудке не понимают, что уже здесь столько еды, что уже больше некуда. И когда уже рецепторы нам об этом сказали, мы уже сидим все переевшие и не можем встать с дивана. – Да, ну вообще я знаю, что организму необходимо около 20 минут для того, чтобы понять, что он сыт. То есть в принципе диетологи, ну поправьте меня, если я не права, рекомендуют немножко недоедать, всегда чуть-чуть оставлять место, чтобы вот спустя какое-то время мы вот это чувство насыщения испытали. – Да, да, чтобы именно спустя какое-то время, да, не просто так, что мы едим, 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 и всё ещё никак не можем понять, что мы наелись. – Плюс, конечно, в новогоднюю ночь лучше делать, например, салаты, которые будут менее калорийными. – Как, например, это сделать? – Вот, расскажите. – Да, берём наш любимый салат Оливье, который обязательно присутствует на любом новогоднем столе. В него ни в коем случае не класть докторскую колбасу, да, не класть туда говядину. – Так. – Чего я смысл? – Лучше заменить либо говяжьим языком, потому что он будет хорошим источником железа, либо ещё лучше – говяжье сердце, потому что, во-первых, говяжье сердце наименее калорийно, в нём не будет небольшого количества жиров, небольшого количества, ну и вообще углеводов там в принципе не будет, но зато говяжье сердце содержит коэнзим-Ку-10, а коэнзим-Ку-10, он помогает нашему организму, нашим митохондриям, таким энергетическим станциям наших клеток переваривать жиры и углеводы, то есть превращать их в энергию. То есть вы съедаете говяжье сердце, получаете коэнзим-Ку-10, и сразу всё это переходит в энергию. – Понравится ли это символу года? – Наступающему выку. – Нет, ну шутки шутками. А что касается полезных жиров, икра тоже часто присутствует на новогоднем столе. Насколько она может быть полезной и в каком количестве? – Икра, безусловно, является полезным продуктом, потому что в икре, как в зародыше, содержатся самые важные вещества и витамины, микроэлементы, и полноценный белок, полноценный жир. Просто опять-таки вопрос, с чем мы едим эту икру. – А вот с чем она нужна? – Если взять кусок белой булки, намазать на него толстый слой сливочного масла и положить сверху икру, то, конечно, мы получим очень тяжелый, с калорийной точки зрения, бутерброд. Поэтому как это можно заменить? Либо можно икру добавлять просто в какие-то салаты. Сейчас большое количество салатов с икрой. Либо, например, я готовлю лосося, запекаю его в духовке и сверху выкладываю на его икру. Можно, например, отварить яйцо, убрать оттуда желток, разрезать на две части белок и так красиво украсить, тоже положить внутрь икру. Ну, или можно сделать тарталетки, которые тоже в любом случае будут содержать меньшее количество вот этих углеводов. То есть съесть тарталетку или съесть кусок булки – это все-таки разные виды. Сливочным маслом. Да, какие еще полезные жиры мы можем отметить? Вот икра, хорошо, красная рыба. Красная рыба, да, только красная рыба, если вы точно знаете, что она выращена не в хозяйстве, а в этой рыбе, которая выловлена в морях и океанах. Тогда, конечно, эта рыба будет более полезной, она будет содержать омега-3 жирные кислоты. Конечно, рыба, выращенная на кормовых добавках, не является столь полезной. Ну, как же это выяснить-то? Ну, при покупке, то есть, ну, во-первых, у нас есть рыба, ну, не столько может быть красная, например, там, белая рыба, которая точно, вы знаете, что они морские. Да, и из такой рыбы тоже можно приготовить. Она менее жирная, но, тем не менее, тоже очень полезная. Да, да, из нее можно сделать заливное, как в нашем любимом фильме «Ирония судьбы». Да. Почему нет? 635-85-72, телефон прямого эфира. У нас в гостях диетолог, нутрицолог Инна Каноненко. Друзья, присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы, до Нового года рукой подать. А к меню все еще есть вопросы. Я думаю, что, Инна, многие задумываются и о сладком, который будет присутствовать на столе в Новый год. Что касается тортиков, пирожных, еще чего-то, там ведь тоже много жира. Или можно себе позволить под бой курантов? Здесь надо просто оценивать содержание жиров. То есть, смотрите, во-первых, нельзя брать торты, которые длительно хранятся, потому что они всегда будут содержать в себе большое количество трансжиров. Длительно, давайте сразу пояснимо, это больше скольки суток? Больше трех, пяти, десяти? Ну, лучше вообще, если там сутки-двое. Чем меньше хранится торт, тем лучше в нем качество жиров. Почему это происходит? Потому что, когда мы говорим про хорошие жиры, которые ненасыщены, они, к сожалению, очень быстро прогоркают и окисляются. Для этого используется процесс гидрогенизации, когда жир делается более твердым. Да, это обеспечивает нам то, что и печенье у нас, и торты может все храниться теперь уже месяцами, если не годами. А, к сожалению, это все будет содержать трансжиры. На сегодняшний день доказано, что трансжиры у нас не только повышают уровень холестерина в крови, они еще и способствуют отложению именно висцерального внутреннего жира. А внутренний жир – это жир, который находится у нас на внутренних органах. То есть мы не имеем никакого избыточного веса, но даже не подозреваем, что на внутренних органах может уже находиться внутренний жир. И кроме этого доказано, что трансжиры на сегодняшний день связываются с рецепторами инсулина, способствуют развитию инсулинорезидентности, то есть процесса нарушенного углеводного обмена. Поэтому, если вы на упаковке увидели в составе написаны слова «гидрогенизированный жир» или «частично гидрогенизированный», то есть такие торты лучше не покупать, лучше делать торт на заказ, который действительно будет сделан из более натуральных компонентов. Инна, вы знаете, мы решили полюбопытствовать, выйти на улицу города и расспросить петербуржцев, а что они планируют поставить в эту новогоднюю ночь на свой стол. И без чего они не представляют встречу Нового года с точки зрения меню. Будет очень интересно будет ваше мнение, давайте посмотрим. Крепкий-крепкий студень без желатина. И мелкие-мелкие оливье. Мы делали мисо-суп. Очень оригинально было. Селедка под шубой, оливье с разными колбасами, очень вкусно готовят, прекрасно. Гусь там запеченный, да, есть у меня уже морозилочки, возможно, ну, с яблоками, да. Из фильма «Ирония судьбы» всё, заливная рыба. Не без оливье Новый год, не Новый год. Честно, я вот недавно научилась делать крамбл яблочный. Вот, и могу всем посоветовать. У нас был большой очень урожай яблок, вот. И вот крамбл – это волшебное совершенно. Кушание, десерт с мороженым – это просто забудешь обо всём. Один раз, вот, например, мы приготовили оливье, но по рецепту вот того самого повара, оригинального. Вот, и буквально 31-го числа я искала там все эти каперсты. Ну, удалось. Салаты, которые все любят, крабовое, оливье. Вот муж делает очень вкусный салат. Там сыр с плесенью, листья салата, грецкие орехи в меду и с лимонным соком, и груша. Оливье, конечно. Конечно, оливье. Внимание на хорошие продукты. Особенно на картофель. Картофель должен быть очень хорошим. Тогда и салат может получиться хорошим. Картофель всему голова, уверяет Петербурженко. Что вас удивило в ответе, что порадовало, что, может быть, и горчило? Порадовал студень. Студень действительно очень полезный продукт, особенно для нашего кишечника. В нем содержится и много коллагена. В нем содержится аминокислота глицин, которая будет увеличивать выделение желчи. А все равно мы понимаем, что так как много жиров будет съедено, то желчь будет нам необходима. Жалко только, что желатин она не хочет добавлять в студень. Но, в принципе, если в студне будут суставы, то там своего желатина будет достаточно. Ну, конечно. Так нет, ну вот, да, Петербурженко, как раз, которая говорила про студень, она сказала, что студень должен быть очень-очень крепкий, без добавления желатина. Я думаю, что имеется в виду как раз-таки, что вывариваются очень долго вот эти самые суставы. И я так понимаю, что лучше все-таки без желатина. Да, 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 да. То есть, конечно, вот с вываренными суставами такой будет студень очень хорошая. Действительно будет полезное блюдо. И полезное, да, да. Да, и оно будет некалорийное. Но только вот людям, у которых повышенная кислотность желудка, все-таки студень я есть не рекомендую. Потому что оно может повысить кислотность желудка за счет того, что вот этот бульон содержит очень большое количество экстрактивных веществ. Поэтому таким людям не стоит. Если коротко, по другим вариантам. Мисса-суп. Я вот тебе даже записал такое нестандартное блюдо на российском... В новогоднем столе. Да и вообще на российском столе, в принципе. Как вы относитесь к супам в Новый год? Я никогда супы в Новый год не ела. То есть здесь скорее, как вот вариант, что я вам говорила, что давайте мы на обед лучше съедим суп. Так. А на полдник, например, съесть тогда лучше фрукты, чтобы фрукты как раз у нас не оставались на новогодний стол. А уже на новогодний стол поставить салаты, да, там может быть что-то горячее и закусить это тортиком или каким-то пирожным. Инна, у нас есть звонок 635-85-72. Успеем его принять и ответить на вопрос нашего телезрителя. А ну, здравствуйте, как вас зовут? Говорите, пожалуйста. Добрый день. Это Наталья. Здравствуйте. Ага, скажите, пожалуйста, вот людям старше 65 лет продукты, на основе каких жиров, ну вообще продукты, следует употреблять не только в праздник, но и каждый день, а каких следует избегать? Спасибо большое, Наталья. Очень актуальный вопрос. Ну, если мы говорим тут вообще про жиры, мы не привязываем их к возрасту, да, что 65 лет или не 65 лет. Вопрос у неё высокий уровень холестерина или у неё низкий уровень холестерина. Но здесь также важен не только уровень холестерина, потому что если мы говорим про атеросклероз, то атеросклероз доказан на сегодняшний день, что провоцируется не холестерином, а тем, что глюкоза разрушает наши сосудистые стенки. Поэтому можно употреблять любые виды жира, причём даже более того, скажу, что если человек себя будет ограничивать в холестерине, то для организма-то всё равно нужно 100% холестерина. То есть 20% мы получаем с едой, 80% синтезируем в организме. Если мы не додадим себе эти 20%, то организм, он всё равно их просинтезирует, он это сделает, только на это он потратит свои ресурсы и ещё больше усугубит какое-нибудь дефицитное состояние, которое есть в организме. Ну что ж, о холестерине мы продолжим говорить в проекте «Полезная консультация» сразу после рекламы. Напоминаю, что у нас в гостях диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко. Мы продолжаем ждать в том числе и ваши вопросы. Вернёмся после короткой паузы. Это «Полезная консультация». Мы продолжаем в студии Николая Растворцев, Дарина Шарова. И наши гости – диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко. И еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Продолжаем развенчивать мифы о жирах. И по-прежнему неизменные координаты для вас, уважаемые телезрители. 635-85-72 – это номер телефона, по которому вы можете звонить нам, задавать ваши вопросы. Если нет телефона под рукой, напишите нам на пользу «За собаку» тупоспб.тв. Да, ну и закончили мы говорить о холестерине. Продолжим тему. Вот есть мнение, что животные жиры гораздо вреднее растительных, потому что они повышают уровень холестерина. Но всегда ли холестерин – это плохо? Я знаю, что существует такое понятие, как плохой холестерин и хороший холестерин. Вот расскажите, в чем разница. Да, действительно, у нас есть хороший и плохой холестерин. И, во-первых, сам холестерин не опасен, как я вам уже говорила. То есть опасно здесь, чтобы не было большого количества глюкозы в крови, потому что именно глюкоза разрушает наши сосудистые стенки, в них возникает воспаление. И только тогда уже будет наслаиваться холестерин и формироваться атеросклероз. То есть на сегодняшний день доказано, что если у человека просто высокий уровень холестерина, но при этом нет воспаления в сосудах и нет высокого уровня глюкозы, то атеросклероз формироваться не будет. То есть атеросклероз на сегодняшний день – это воспалительное заболевание. От него отнесли в эту группу. Плюс холестерин мы только на 20% получаем с нашей едой, а 80% синтезируется в организме. И поэтому, как правило, если у человека высокий холестерин, то проблемы с синтезом холестерина связаны с нарушением чего-то в нашем организме. А что это может быть? Это может быть низкий уровень половых гормонов, что часто встречается уже у женщин в менопаузе или у мужчин в андропаузе, потому что из холестерина у нас образуются половые гормоны. То есть если половые гормоны не образовались, значит холестерин просто остался. То же самое происходит и с желчью. Если у человека есть застой желчи, то из холестерина образуется желчь. Если она застаивается, не выходит из желчного пузыря, значит холестерин просто остался, потому что новую желчь формировать не нужно. И как раз когда человек ест обезжиренную какую-то еду, то в данном случае желчь не будет отделяться, так и будет находиться в желчном пузыре, и холестерин будет таким же высоким и оставаться. И плюс еще надо смотреть на гормоны щитовидной железы, потому что если у человека снижена функция щитовидной железы, это тоже может повышать уровень холестерина. Поэтому причины могут быть абсолютно разные. Иными словами, мы не можем составить какой-то общий список хорошего и плохого холестерина для всех. Потому что я думаю, что когда Дарина задала вопрос, хороший холестерин, плохой, все сейчас сели и приготовились записывать. Итак, что можно, а чего нельзя. Да, все индивидуально. Ну, в любом случае, все жиры у нас можно рассматривать, даже как вообще любой продукт можно рассматривать, с точки зрения, что у него есть плохие качества, и с точки зрения, что у него есть хорошие качества. Например, даже если взять то же самое сало. У него есть такое хорошее свойство. Сало содержит арахидоновую кислоту. И с одной стороны, арахидоновая кислота, она очень полезна. Особенно она полезна спортсменам, потому что способствует быстрому восстановлению мышц после спортивных тренировок, способствует повышению синтеза белка в нашем организме. Но с другой стороны, если человек будет есть слишком много арахидоновой кислоты, или у него в организме есть какое-то воспаление, то ему сало вообще есть нельзя, потому что из арахидоновой кислоты образуются провоспалительные факторы. То есть это будет усугублять воспаление. Поэтому здесь, конечно, тоже вот так вот не скажешь, что вот однозначно всем можно или всем нельзя есть этот продукт. Что касается диет, обезжиренных продуктов, если человек внезапно решил, что все, я готовлюсь к Новому году или к какому-то важному событию, я сажусь на диету, насколько плавно это надо делать, какие ошибки чаще всего допускают те, кто приходит к вам на прием? Ну, многие, например, пробуют сразу голодание. Чем более перед Новым годом надо похудеть быстро. И качественно. Да, голодание – это не самый лучший способ снижения веса. Почему? Объясните. Потому что организм и так находится у нас в ряде дефицитных состояний. Голодание приводит к стрессу. Любое дефицитное состояние и так уже приводит к стрессу. То есть у нас и так организм находится в стрессе. Голоданием он будет еще больше усиливать стресс. Да, он отдаст этот жир, но по факту, если посмотреть, например, на анализы таких людей, то они, к сожалению, после голодания ухудшаются. И плюс у нас есть статистика выхода из голодания, что 25% людей, они сохраняют вес, 25% они могут даже чуть-чуть еще подхудеть после того, когда закончили голодать, а вот 50% к сожалению вес наберут. Подавляющий вес. То есть голодание – не выход? Да, это не выход. С чего начать? Начать можно со снижения калорийности, то есть не переедать ни белков, ни жиров, ни углеводов, ни одного из этого компонента, потому что у нас тоже есть и высокобелковые диеты, высокожировые – нет. То есть питание должно быть сбалансировано. Мы немножко сокращаем у белки, жиры и углеводы, и очень хорошо для снижения веса работают разгрузочные дни. Но разгрузочные дни не на кефире и яблоках, как-то уже у нас есть. Как проводить правильно? Во-первых, они делаются два раза в неделю. Больше делать неэффективно, меньше тоже. Идеально, два раза в неделю. Да, два раза в неделю. Что мы делаем в эти дни? С перерывом в два-три дня. То есть подряд тоже делать их неактуально. А что можно использовать на разгрузочные дни? Например, это может быть просто сырые овощи, даже, например, такое сочетание, как сырая морковка с сырой свёклой, пожалуйста. Можно туда сельдерей добавить. Это могут быть просто и огурцы, и помидоры. Это может быть и белокочанная капуста. Это могут быть салаты, смузи, просто в свежем. Лучше не смузи, а просто лучше нарезанный салат. Потому что смузи... В каком количестве? Я думаю, у всех главный вопрос. Вот это вот, да, да. Потому что у тебя купят ящик помидоров, ящик огурцов. Скажешь, ну, разрешили есть одни овощи. Буду есть. Да, буду есть капусту. К сожалению, человек не съест столько много этих овощей, чтобы ему перебрать по калорийности. Этого просто будет невозможно. Поэтому даже если он съест 500 грамм за один раз... То есть безлимитно можно есть овощи. Что касается фруктов, там под вопросом. Фрукты нет, фрукты мы не используем вообще на разгрузочные дни. Есть разгрузочные дни, которые можно делать, например, кстати, на овощном бульоне. А можно делать и на мясном, например, супе с овощами. Да, то есть небольшое количество постного мяса, овощей. И такой суп употреблять в течение дня. Таким образом, калорийность такого рациона будет, ну, не больше, чем там 600-700 калорий за день. Заправлять чем-то такой салат можно? Вот если мы говорим про салат... Во-первых, солить, перчить, соус какой-то, масло. Да, можно добавлять лимонный сок, но, опять-таки, смотрите на кислотное желудко. То есть если там и те же самые уксусы, то есть если кислотное желудко повышено, то, конечно, никакого уксуса лучше не добавлять. Масло растительное можно заправить? Растительное масло можно заправить, если это просто салат, но здесь надо понимать количество. Потому что 10 мл растительного масла, а это 2 чайные ложки, это уже будет 100 калорий. Поэтому здесь вы уже переберёте, поэтому чуть-чуть можно с пульверизатора попрыскать растительным маслом. Или, например, можно делать, кто боится просто такие пустые салаты, можно делать салат с небольшим кусочком постного мяса или рыбы. Солить, перчить можно? Солить можно, в небольшом количестве перчить и добавлять вообще любые виды приправ, особенно, например, куркума, очень хорошая приправа, потому что она обладает ещё и противовоспалительным, противогрибковым, противобактериальным. У неё очень много различных действий. Спасибо вам большое. Инна Кононенко была в прямом эфире проекта «Полезная консультация». Говорили о том, каким должен быть новогодний стол.